Музыка Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим куриный рулет в мультиварке. Для рулета нам потребуется 1 кг курицы, я взяла куриную грудку и мясо с бедрышем, 1,5 ч.л. сладкой паприки, 5-6 долек чеснока, 1,25 ч.л. черного перца, 1,25 ч.л. приправы хмели-сунели и 1,25 ч.л. приправы к мясу. Также нам потребуется 30 г желатина пищевого и пищевая пленка для приготовления непосредственно самого рулета. Куриное мясо нам необходимо порезать небольшими кусочками, но не очень мелко, чтобы они сформировались потом хорошо в рулет. То есть так, ну и примерно вот так. Вот такие кусочки, это достаточно для приготовления рулета. По пропорциям мяса у меня получилось 600 г куриного филе и 400 г мяса с окорочков. Добавляем мелко измельченный чеснок. Его можно или ножом порезать мелко, или с помощью пресса. Добавляем специи. Добавляем 2 чайные ложки соли с небольшой горкой. И прямо сюда же добавляем сухой желатин. Теперь нам необходимо все это хорошо размешать. Можно руками. И оставить набухать минут на 20. Воды мы не добавляем. Нам необходимо, чтобы мясо полностью пропиталось не только специями, но и желатином. Чтобы рулет у нас сформировался потом и не распался. То есть, вот так перемешиваем и как бы втираем в мясо, как специи, так и желатин. Оставляем курицу на 20 минут. Прошло 20 минут. Мясо у нас готово. Теперь его необходимо переложить в пищевую пленку. Для этого очень плотно мы укладываем все на пищевую пленку. И заматываем в несколько раз. Выкладываем мясо. Достаточно плотно друг к другу. Чтобы это было равномерно. Запаковываем края. Как можно плотнее. И обматывать мы будем пленкой несколько раз. Чтобы у нас вода потом не попала внутрь рулета. И рулет у нас получился достаточно однородным. Нужно так. Потом поперек закрутить. То есть, достаточно плотно. Мы заматывали рулет вот так. В пищевую пленку. И теперь еще его сожмем вот в таком контексте. Тоже плотно. Чтобы у нас мясо лежало очень плотно внутри. Ну вот, рулет готов. Теперь вода внутрь у нас не попадет. Рулет укладываем в мультиварку. И заливаем это все холодной водой. Рулет должен быть полностью покрыт водой. Вот у меня ушел литр 750. Закрываем крышку. Рулет будем готовить на режиме тушения. Вид продукта птица. Добавим время. Через час рулет будет полностью готов. Прошел час. Рулет у нас готов. Теперь рулет необходимо достать и охладить при комнатной температуре. Встаем очень аккуратно. Вот такой рулет у нас получился. Теперь его необходимо охладить при комнатной температуре. Минимум полтора часа. После чего убрать в холодильник на 3-4 часа. А лучше на всю ночь. Ну вот, рулет у меня всю ночь пролежал в холодильнике. Вот как он выглядит в разрезе. Я, наверное, нарежу и сниму пленочку. Так будет удобней. Кусочки нарезаются любым размером. Хоть тоненько, хоть толсто. Ну вот. Такое мясо, такая колбаса у нас получилась. Вот такой куриный рулет у меня получился. Это лучшая альтернатива колбасе. Рулет получился очень вкусный, очень ароматный. Муж у меня рядом ходит, сглатывая слюну. Ждет, когда можно будет попробовать. Поэтому я думаю, что рецепт должен вам понравиться. Потому что он нам очень нравится. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш семейный канал. Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного аппетита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok